привет и все любители майнинга с вами александр короче снимаем такой лайф лайф видосик люблю такие видосики их легко снимать короче сегодня 27 мая вот заказал такие себе железяки на 5000 здесь у меня wi-fi адаптера два кулера для корпуса материнка asus prime h270 plus модуль памяти тим на 4 гектара так процессор celeron 3900 хотел 3900 там 30 но его не оказалось ну деньги одни и те же нам по барабану так потом а термопаста это не моё у меня боксовый кулер с термопаста вроде как не нужна услуга доставки корчекен короче охренели заказная 6000 они берут доставку с меня 40 так ну по ценам по ценам я думаю вам видно материнка 3 3 175 память 844 процессор 933 остальное думаю вам не интересно райзер райзер заказал пришел мне четыре с половиной доллара если не ошибаюсь давайте начнем с райзера здесь самого интересного так сказать начнем разве пришел хорошо запаковано претензий к этому нет заказывал я в том шестой версии разер разер 6s версия сразу проверил у него вот тут отодрал ему ножки но это ближе вот с этой стороны нужно смотреть чтобы не было длинных ножек они здесь довольно короткие то есть по идее они вот эту штуку не проткнут то что есть разера у которой длинные штырьки торчат и они просто протыкают эту штуку и если али вас алюминиевый каркас то могут ее закоротить то есть разер по идее нормально это molex еще я заказал саташный для стандартных блоков пока что я еще решаюсь какие блоки взять собственно говоря блоков тоже полная жесть короче ребята как и видеокарт дефицит полный ну вот это все что у меня есть 1060 armor msi asus of sky 1060 на 3 гектара обе и 1070 именно 3d шка короче хорошая карточка принципе не нравится по поводу блоков питания давайте скажу они тоже сейчас неадекватно стоит так же как и видеокарты короче тысячи на две дороже заказал даже один с америки с амазона посмотрим какой он там приедет ну цена неадекват короче вот даже не могу выбрать ксасов нет ну хотя не и голимая но там неплохие кабеля с короче с каким-нибудь сертификатом на 750 ватт 3000 гривен это попута полная жесть короче если ребята писали по 100 баксов брали 100 баксов это 2700 даже меня 100 баксов это стоил киловаттник был был чифтековский блок такой хороший принципе как для киловатт никому что не очень хороший но когда 750 ватт ником был намного лучше так ну вот такой вот у нас в общем разер все стандартно толстый кабель 60 сантиметров по идее все так втыкаем себе и в материночку по поводу его что хотел сказать в комплекте идут вот такие вот кабеля а это переходник нас а так кстати дай но как мы знаем эти кабеля они отвратительные них маркировку то в общем то есть ли ну я когда буду переделать этот этот молекс может не именно этот а вот есть у нас переходники всякие там другого рода да хотя принципе такие же переходники satana молекс да вот если мы будем питать не будет хватать нам на развера питания будут какие-то переходники здесь кабели очень галимы вот те что пришли в комплекте китайские они очень галим и провод по толщине вроде как нормальный да но на самом деле он галим и если его разрезать тут сечение должно быть на 75 но его здесь и близко не будет короче вот именно хотя бы желтый провод нужно будет заменить желтый у нас 12 красный 5 черный этому за земля то есть были не знают это саташные вот это же херня не разбирается это плохо то есть этот этот переходник даже не переделать но если какие-то другие будут 6 пиновый не дай бог то нужно будет переделывать вот короче мне попался такой вот кабель но это общем какой-то tm electric cable group но это 2 на то есть на полтора то есть вот это сечение кабеля вообще полтора это очень много но здесь смотри какая красивая медь если вам видно на медь здесь блестящая вообще такой кабель хороший принципе принципе его можно тоже сюда вхерячить он не помешает есть есть у меня вот такой вот кабель были здесь маркировки нет но здесь явно поменьше здесь либо 075 либо 01 но тоже если вам видно красивый блестящий медный то есть качество меди хорошее то есть а а вот есть у меня еще какой-то ноунейм короче кабель черный лежит он по идее полтора должен быть ну по идее вот вот как этот по себе даже больше но смотрите какая здесь медь она как будто бы там черная какая-то то есть вот это кабель ну говно здесь какая-то медь неизвестно сколько здесь процентов меди домись то есть брать нужно вот такого плана кабель хорош хорошая блестящая красная медь чтоб была и принципе их можно перепаять либо ну я не знаю либо заказать не скита не солишки где брендовые какие-то переходники ну если особенно на 6 пин надо там кабеля нужно как минимум менять ладно с этим все мы разобрались идем дальше вот такой вот кулер дипкуловский взял ну я его присобачил приколхозил в виде видосики можете найти приколхозил его пока что на свой домашний комп пока ферму еще не собрал но он тоже может подойти на на охлаждение ферм дополнительную продувку между видеокартами то есть это тоже не помешает чем холоднее видеокарта тем дольше она проживет то есть не жалобитесь ну эти я взял это не самые дешманские эти по 80 по моему то что я брал чтобы был и molex и трипин потому что мне в корпус надо был и и на трипин можно в ферму конечно и подешевле взять там по 60 гривен например самые дешманские но это эти гидродинамические подшипники нишни шарики гидродинамические так что такое сойдет также вот это нас вай-фай есть лишний дейбинг вот такая вот пимпочка как микро флешечка но на всякий случай пригодится думаю либо дома использую либо в ферму но надежнее кабель надежды кабеля ничего нет вай фай бывает глючит особенно если маршрутизатор типа не длинг ты пыли нк недорогая них вай фай отваливается регулярно вот собственно говоря это память память такая вот у нас так она у нас одноранковая надеюсь так это у нас тим элит что тимов тим разве сами делают память ну короче нам по барабану какая будет память главное что за ddr4 камень частота 2400 потому что есть там 233 за эти же деньги берите 2400 конечно же не помешает можно брать и 8 собственно говоря может ясно следующий фильм и возьму 8 на перспективу поставлю себе когда буду собирать к себе на на разине систему то есть может пригодится планочка на 8 может стоит взять и и на 8 жестяка мне здесь нет купил тупо бушный жестяк хотя сейчас вам покажу кое-что еще у свет аккуратно вот ребятки что у меня есть я думал что он не и даешь не он смотрите он он оказывается саташ на него есть питание molex и сата питание и ну подключение саташ на это western digital это raptor ребятка это сороковка raptor сороковка ну винда станет файл подкачки но можно будет проэкспериментировать тяжелый как собака не знаю сколько дисков здесь дисков наверно 4 древний как как мамонт давайте сейчас попробую найти подожди 74 гигабайта я соврал и думал думал 40 74 тогда хватит и для винды и для файла подкачки он на 10000 оборотов естественно не нет площадь да да это raptor вот здесь типа ребра то raptor raptor а где же у тебя дата производства то короче хни с ним он он очень древний ребята поверьте мне на слово маркировки ну хрен за может кто увидел с вас понял кому интересно сможете посмотреть но я заказал короче какой-то дешманский бушный на 80 гигабайт за 230 гривен плюс пересылка новая почта 280 короче проверим не знаю есть ли имеет ли хоть какое-то значение скорость быстродействие быстродействие жестяка для майнинга там все-таки файл подкачки по если мало оперативы то файл подкачки будет активно использоваться по идее с там рекомендую ставить 16 гигабайт может это как-то как-то мизерный процент влияет на скорость поиска работы и может имеет смысл ставить ssd но ssd 1000 гривен был жестяк новый стоит под 800 гривен короче тоже хрень полная ssd новые дорого брать просто дорого может может к ним конечно и дойдем если от этого есть какой-то реальный смысл то туда но это надо проверять на своей шкуре так вот боксовый кулер давайте сейчас с вами проверим проверим и намазан ли он термопастой ничего там не поменялось за это время celeron 3900g на 11151 так вот собственно говоря наш селерончик да вот ребятки термопаста есть намазано в шоколаде это то что мне надо было так как это штука разбирается ну ладно процессор вытаскивать не буду сейчас 2 800 блин такой маленький ну 2 800 все что надо есть для майнинга сойдет но его теперь самое основное это asus prime hd 70 плюс они уже тоже в дефиците я собственно гряна к не забрал последний пришлось дополнительно ждать но если другие альтернативы есть аж 170 есть за 170 270 есть купа вариантов вторую фирмы я буду собирать наверно дешманском каком-то гигабайте 2 970 ds3 короче какой-то а м3 сокет скорее всего будет ну поэтому мы сейчас разберемся у нас здесь два кабеля один ровный 1g в разный саташный пригодится то они у меня куда-то закончен так вот собственно говоря материнка сейчас мы к ней вернемся что в комплекте есть бэк плейт какой-то бэк плейт а есть ножки две ножки всего чё за чё 2 ножки ребята куда их приткнуть ну хотя бы четыре там или шесть надо вот как короче гайд какой-то а еще один диск даже есть но здесь все классически закрываем так вот что у нас сзади есть 9 вега но сейчас мы это все сами на глазах посмотрим чего здесь насколько так гейминг аудио нафиг нам конечно не надо хотя кто его знает пригодится может я на нем соберу что-нибудь когда нибудь потом у нас есть два разъема м2 вот эта штука м2 плюс м2 вая гипер м2 x4 mini блин какой-то м2 пися экспресс поддерживает и пися экспресс и короче где-то версии а intel obtain memory ready хорошая штука если она будет существовать ну и 5x protection от asus а ну вот например наша материнка 4 слота двадцать четыре двадцать плюс четыре короче пина atx power так сколько у нас фаза 1 2 3 4 5 6 фаз 2 на оператив 4 на процессор этого с головой достаточно что у нас больше всего интересовало это количество пицца и порта у нас два из пицца экспресс x16 и 1 2 3 4 то есть изначально мне можно впихнуть в ходу 6 6 райзеров да вот вот наши райзера вот так то не включается кто не знает то есть они не как видеокарта это ключ не должен быть сзади он должен быть спереди если он подходит как x1 также и в x16 тыкается одинаково но это вдруг кто не знал так у нас есть даже охлаждение такое неплохое кусок алюминия добротный есть даже здесь немножко охлаждение на мосфетах да походу батареечка стоит все стоит вот у нас еще есть кстати ребятки 2 м2 разъема сюда можно заказать солишки два переходника м2 ту пися экспресс и пикнуть еще туда две видеокарты по идее 8 на нее можно поставить и все нормально есть много видосиков по этой материнке гайды как запускать здесь есть свои тонкости чтобы все без проблем увидели все видеокарты нужно конечно будет проверить версии биоса обновить чтобы все завелось ну и в правильном порядке устанавливать видеокарты и отключить некоторые функции в биосе чтобы это не мешало но в целом эта материнка беспроблемная мне goldminer отвечал что он уже штук 10 таких как у него материнок было ну не может не именно таких но в том числе такие у него есть и они работали у него без проблем так это у нас пися экспресс x16 да это первый неправильно 1 2 x 1 1 2 3 4 ну в общем вот такой вот ребятки мне пришло на днях жду пока придут мне видеокарты по идее планирую купить еще 5 10 60 3 гиговых по 250 долларов то они должны появиться у поставщиков тоже конечно не дешево на на амазоне там их под по 200 баксов бери не хочу но плюс все растаможка вся херня и получается то же самое не знаю какая правда розничная розничная цена будет ну примерно тоже недалеко от этой цифры у нас сейчас 1060 стоит поскольку то тысяч по 7 уже то есть я вот asus dual взял за 6 200 пир я его первую взял или вторую вот эту я взял inna 1070 за 12 чем-то вот armor я уже брал за помог чуть ли не 6 700 она была тоже 6 200 потом 6 400 стало сейчас поможет 700 стоит короче полная жесть у нас творится в стране все бросились майнить даже статьи писали полный дефицит короче что и знаете что на этой материнке вижу что у нее есть процессор одно питание а кулер 4 вот один вот внизу два и вон три то есть четыре четыре питания то что все нормально короче при желании можно сюда нахерячить охлаждением процессор питается восьмью пинами блоки питания какие пытай хочу ребятки взять думаю возьму один 750 супер flower он тянет даже был есть видосик на видео блок который питает пять видеокарт там 5 видеокарт стоит они правда майнет майнет зэк который требует меньше энергопотребления 750 ватный блок тянет материнку и 5 видеокарт ну я бы не ставил конечно супер flower это самое лучшее прям практически топ может даже самая лучшая фирма производитель блок питания у нас в стране она мало популярна супер flower это круто это типа как сисоник и все дела крутая тема тянет 750 ватный блок тянет 5 видеокарт я хотел бы такой взять повесить на него хотя бы 4 3 материнку и 3 видеокарты еще один взять какой-то попроще повесить на него на него повесить 3 видеокарты отдельно ну что было экономнее вложиться в 5000 то есть 3000 на супер flower 750 ват и еще 2000 на какую я бы взял какой-то ксас он бы потянул спокойно 3 видеокарты без проблем но их нету блин придется не знаю еще брать второй блок хер знает какой ребята думал серверный взять было предложение на алексе 3500 куда-то пропал короче человек сейчас самое дешевое предложение видел 5 500 за серверный блок с распайкой на 10 видеокарт но запасом пусть будет разъемы лишний не бывает они больше 22 и 22 4 киловатта так что запас нам никогда не помешает ну ну для начала первую фирму конечно проще собрать наверное если вы еще там чем-то сомневаетесь не решили вкладывать сразу там много тысяч долларов проще собрать на простых блоках питания и это будет либо один на киловатт чтобы тянув 6 видеокарт но это дорого тысяч 6 7 8 9 и ну проще взять два по 750 ватт это будет можно было взять блин а два там рейд макс по моему я смотрел ну неплохие кое-как на уровне с ксасами короче там три видеокарты потащили бы эти блоки мне бы этого хватило для начала но их нет по 2000 придется брать один как минимум дороже не надо прямо сейчас добери заказывай ну все очень ребятки пока что что хотел сказал дальше будем будут видео буду говорить показывать что у нас есть всем пока